В Иране трехдневный траур. Инаугурация новоиспеченного президента Исламской Республики обернулась трагедией для режима Айатол и его сателлитов. Сразу два террористических движения Хамас и Хизбалла за сутки потеряли своих высокопоставленных функционеров. Конечно, должен быть сильный ответ, и его нужно обсуждать. Если будет решено, что мы должны сделать этот шаг, то только в единстве с фронтом сопротивления. В Газе дочь Исмайла Хани принимает соболезнование. Слава Богу, который почтил нас мученической смертью нашего великого отца, лидера, щедрого человека Имаджахеда. Слава Богу, который избрал его среди мучеников. Но я клянусь, что кровь моего отца станет проклятием для евреев, которое будет преследовать их. И если на то будет воля Божья, его кровь будет означать победу. Это был Фуад Шукр, он же Хадж Мухсен, он же Сид Мухсен. Начальник штаба военного крыла Хизбаллы. Человек, который руководил всеми боевыми действиями шиитского движения в последние месяцы. Правая рука и главный советник шейха Насралы по военным вопросам. Вечером 30 июля армия обороны Израиля знала, где искать Шукра. Бейрод, район Дахья, квартира его любовницы. Точным авиаударом израильских ВВС мужчина был ликвидирован. В армии заявили, что готовы к ответу Хизбаллы. Опасаясь массированного удара из Ливана, Израиль закрыл воздушное пространство на севере. Министр обороны в беседе с представителями ВВС страны отметил. Кровь нашего народа имеет цену. И нет такого места, которое оказалось бы вне досягаемости наших сил. Произошедшее ночью в Бейруте было целенаправленным, качественным и сдержанным. Мы не хотим войны, но готовимся ко всем возможностям. А это значит, что вы должны быть готовы по мере необходимости. И мы выполним свою работу на всех уровнях. В это время в Тегеране в Меджлисе проходила церемония инаугурации президента Ирана. Масуд Пазашкян, с которым некоторые связывали надежды на изменение агрессивной политики Ирана, вступал в должность под аплодисменты в том числе представителей террористических группировок Хизбаллы, Хамаса и исламского джихада. После церемонии часть гостей покинула Тегеран. Другая решила задержаться. В частности, глава политбюро Хамаса Исмаил Хания вечером пошел на аудиенцию к Аятоле Али Хаманаи. После отправился ночевать в официальную гостевую резиденцию Ксир в квартале Шамаран на севере иранской столицы. Спустя пару часов, примерно в два ночи, прогремел взрыв. По версии арабских СМИ, по зданию была запущена ракета. Лидер Хамаса ликвидирован. Вместе с ним и его телохранитель. Режим Аятул сразу нашел виновных. Обращение Верховного Лидера Исламской Республики было зачитано по гостелевидению. «Преступный и террористический сионистский режим этим действием подготовил для себя почву для сурового наказания. И мы считаем своим долгом отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на земле Исламской Республики Иран». А в МИДе Исламской Республики гибель Хании назвали терактом, нарушающим устав ООН и международное право, а также угрозой миру и безопасности. В ведомстве при этом назвали и соучастника преступления – США, и потребовали созвать совбез ООН для рассмотрения израильской агрессии. Иранской линии придерживаются и в Хамасе. Представитель палестинского движения в Ливане Махмут Таха обрушился с критикой на США и Израиль. «Убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения зеленого света от США». Воинственной риторикой отличились и в Анкаре. Турция заявила, Израиль нажал на курок своего стремления к региональной войне. Правда, региональной войной чаще пугает сам президент Раджет Таип Ардаган. В социальной сети Икс он призвал к единению исламского мира против еврейского государства. «Это убийство – это подлый акт, направленный на подрыв палестинского дела, славного сопротивления газы и справедливой борьбы наших палестинских братьев, а также на деморализацию и запугивание палестинцев. Цель убийства моего брата Исмаила Хании – та же, что и цель отвратительных нападений на шейха Ахмеда Ясина, Абдул-Азиза Аль-Арантиси и многих других политических деятелей газы. Сионистское варварство не сможет достичь своих целей, как оно делало до сих пор». Гибель Исмаила Хании – это политическое убийство и безрассудное поведение Израиля, которое приведет к хаосу в регионе и подорвет перспективы мира. Это уже заявление российского МИДа. В Москве лидер террористов был нередким гостем. В Кремле отказываются признавать ХАМАС террористической организацией, а Ханию называли партнером. Где покойный лидер ХАМАСа чувствовал себя как дома, так это в духе. Последние годы он жил на широкую ногу в Катаре. Там смерть Хании назвали отвратительным преступлением и позорным убийством. Катарские дипломаты напомнили, что убитый был ключевым переговорщиком от ХАМАСа и играл важную роль в переговорах с Израилем о прекращении огня и возвращении заложников. Глава правительства Эмида Катара, шейх Мухаммед Альтани, поставил под сомнение эффективность посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС после убийства главы Политбюро. Политические убийства и продолжающееся нападение на мирных жителей в Газе во время переговоров заставляют нас задаться вопросом, каким образом посредничество может быть успешным, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны. Миру нужны серьезные партнеры и глобальная позиция, отвергающая пренебрежение человеческой жизнью. После этих слов с катарским первым дипломатом пообщался его американский коллега. Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения Палестино-израильского переговорного процесса, посредниками которых являются Катар, Египет и США. На угрозы большой войны в регионе отреагировали и в Пентагоне. Глава ведомства Ллойд Остер распространил заявление, в котором дал понять, что Вашингтон вновь, как и в апреле во время иранской атаки, поможет еврейскому государству защитить себя, если оно окажется под ударом. Вместе с тем, министр обороны США подчеркнул, что широкомасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать. Я не думаю, что война неизбежна. Я утверждаю это. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии. И мне бы хотелось, чтобы стороны использовали эти возможности. И, конечно же, то, что мы видели вдоль северной границы с Израилем, вызвало у нас беспокойство. Опять же, мы собираемся сделать все возможное, чтобы не допустить перерастания ситуации в более широкий конфликт во всем регионе. При этом США призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан. О возможном ответе Хизбалы на ликвидацию второго человека движения рассуждал на исходе 31 июля глава израильского правительства. При этом Бениамин Ютаньягу и словом не обмолвился Аханиин. «Граждане Израиля, мы переживаем сложные времена. После удара по столице Ливана угрозы слышатся со всех сторон. Мы готовы к любому развитию событий и будем решительно и хладнокровно противостоять любой угрозе. Израиль заставит врагов дорого поплатиться за агрессию на любом фронте. С начала войны я объяснял, что мы ведем борьбу с осью зла, созданной Ираном. Это война за выживание. Сегодня ось зла включают в себя Иран, Хизбалу и Хуситов. В последние дни мы нанесли удары по каждому участнику этой коалиции». Крупное достижение служб безопасности Израиля может перерасти в третью мировую войну, прогнозируют аналитики. После череды ликвидации, приписываемых Иерусалиму, у его оппонентов есть два варианта. Первый – ответить умеренно. То есть нанести ограниченные удары, а потом передать дело Хамасу, который продолжит затягивать войну с Израилем. Второй вариант – ответить жестко и мощно. Тогда еврейское государство будет вынуждено вступить в новую войну. А это повлечет за собой втягивание в конфликт крупных игроков – США, России и Китая.